Всем привет! С вами Панков Ухаров в Академии Цирракоста в Бразилии. И сегодня я сниму для вас курс о том, как побеждать на соревнованиях. Он будет актуален для белых, для синих, в принципе, даже для пурпурных поясов. Сейчас мы сядем в красивую позу и начнем сначала с небольшого рассказа. Итак, первое, о чем я хочу сейчас поговорить, это о моменте перед соревнованиями, потому что он достаточно важен. Я не буду говорить о тренировках, о том, как лучше подготовиться. Я поговорю об одном дне перед соревнованиями и о времени перед схватками и между схватками. Итак, вот у вас день перед соревнованиями. Чем его посвятить? Забудьте про джиу-джитсу. Вот серьезно, не смотрите обучалки, не смотрите схватки вообще. Представьте, что джиу-джитсу в вашей жизни нет. Проведите время с семьей, сходите там, погуляйте с кем-то, встретитесь с друзьями. Если вы не гоняете вес, сходите, покушайте в хороший итальянский рестик. Вот покушать плотной, хорошей пастой вечером, это прям камильфор. Будет это очень хорошо. Вы с утра будете достаточно энергичны, при этом не тяжелой. Не надо ни в коем случае есть мясо, ни в коем случае есть морепродукты, макарончики. Да, либо там ваша совсем привычная еда без каких-то отклонений. Вот что стоит сделать вечером перед турниром, это подготовить свое восстановление на турнире. Идете во вкусвилл или в азбуку вкус и покупаете там два-трема пакета. Это такие вот плотные пакеты с фольгой внутри. Берете два полотенца, ну или как, я считаю одно полотенце на две схватки. Прикидывайте, сколько у вас может быть схваток по максимуму. Одно полотенце на две схватки. Мочите его в ванной. Отжимаете его, но не сильно, чтобы он остался влажным. И не плотно сворачиваете, свернете плотно, потом не развернете. И засовываете его в морозилку. Ночью оно замерзнет. Потом положите это полотенце в трема пакет. И потом трема пакет в трема пакет. Дальше я расскажу, для чего это нужно. Идеально, если у вас есть с собой перкуссионный массажер, да? Что-то такое, погуглите. Это лучше любого тренера заменивает ваши руки. То есть вы вечером погуляли, покушали там с макарончиков, выдохнули. Спокойненько ложитесь спать. Перед тем, как лечь спать, обязательно соберите сумку и дважды все проверьте. Пояс, кимоно. Пластырь для пальцев. Запасные обычно штаны. Потому что штаны могут быть короткими или могут порваться. Тапки. Мыль нарыльный, если вы собираетесь мыться. Массажер. Я еще всегда кладу с собой финики. Потому что финики – это лучший способ на турнире закинуться сахаром, который не оттягивает вниз желудок, с которого там не пердится. И вообще не испытывается дискомфорта. То есть вы это все собрали, поставили. С утра проснулись, ни в коем случае не употребляйте никаких бодрящих препаратов. То есть не надо пить кофе, не надо пить какой-то пуэр заваривать. Просыпайтесь естественным образом, ну кроме тех случаев, если у вас соревнования не там в 9 утра категория начинаются, да, а вам еще ехать. Если у вас соревнования начинаются рано, то вы просто просыпаетесь, выпиваете стакан холодной воды с лимоном, который надо опять же с вечера приготовить, да, по-хорошему. И принимаете легкий такой, как бы теплый душ. Не надо холодный, просто теплый, не супер горячий, иначе вы расслабитесь. Теплый душ. И все, едете на турнир. Приехав на турнир, что вам нужно сделать? Во-первых, обязательно пройдитесь, посмотрите, что где. Спокойненько переоденьтесь. И дальше, как я рекомендую разминаться? Если у вас есть время, если нет времени, понятно, да, вы кое-как погрелись, побежали на ковер. Если у вас время есть, то разомнитесь так, чтобы у вас прям пошла серьезнейшая прям одышка. Прям вот, чтобы... Все, после этого закутайтесь максимально в горячую одежду, в том числе капюшон на голову или шапку, потому что голова очень много тепла отдает в пространство. И все. И сидите час, там полтора, сколько у вас осталось, до схватки ждете. Что это дает? Во-первых, ваши мышцы будут реально хорошо разогреты. Во-вторых, вы уже будете горячий. То есть, когда вы выходите на схватку, особенно если вы там, да, бойтесь нечасто, у вас случается такая вещь, как перегрев, я это называю. То есть, когда вы начали бороться, и все, ваше тело горит, горит ваша дыхалка. Воздух весь, как бы, горячий, невозможно дышать, не хватает кислорода. Это потому, что вы не прогрелись, как бы, заранее. Вот вы, когда уже прогрелись один раз, второй раз, ваше тело уже к этому привыкло, оно не так шокировано. И это может очень... Это может вам очень помочь, если у соперника вот этот жар пошел, а вы уже к нему готовы, да? После схватки сразу же, что я рекомендую сделать, это достать массажер, либо, если у вас массажера нет, дать свои руки товарищу по команде, чтобы вам размяли вот эту часть рук. Вот ее нужно прям очень-очень сильно промять, прям, может, руку рахтем. То есть, взять, если у вас нет массажера, вдавливать сюда очень сильно пальцы, отпускать, вдавливать, отпускать. Вдавливать именно сюда, не надо давить сверху, вот именно сюда. Это, чтобы у вас отпустило руки. Дальше, когда у вас руки уже подотпустило, вы достаете этот полотенце, желательно, если вы там с утра его немножко все-таки поразгибали уже, чтобы на турнире не мучиться, и вы кладете его себе на грудь. Вот для чего нужно этот полотенце. Замороженное полотенце очень хорошо забирает у вашего тела жар, который вас как раз убивает на соревнованиях. Но позволяет вам восстановиться, позволяет чувствовать себя свежее, сразу же появляются силы, нормализуется дыхание. Сколько оно холодное, оно, допустим, в отличие от пакета льда, холодное равномерно, пакет льда, он неравномерно холодный. Оно очень хорошо забирает тепло, вы восстанавливаетесь, вы прям выходите на вторую схватку, просто новенький. Это часто очень серьезное преимущество, которым, допустим, я активно пользуюсь, когда готовлю ребят. Подержали на груди, положили на спину, пока отходите, разминайте руки. Да? То есть это касательно каких-то таких физических приготовлений. Дальше быстренько про ментальное. Ну, турниры ничего не значат. Вы выиграли турнир, ваша жизнь изменилась. Вам не подняли зарплату на работе, от вас не ушла жена, вас не стали больше или меньше любить. То есть не будьте заложником собственных представлений, собственных мифов о соревнованиях. Соревнования – это весело, это классный опыт, это то, что делает вас лучше, то, что делает вашу жизнь интереснее. Да? Но это не то, что меняет вашу жизнь. Вашу жизнь меняет там работа, вашу жизнь меняет ваша семья, вашу жизнь меняют дети. Но точно, ребята, две схватки, там одна на соревнованиях, как бы они ни прошли. Когда вы научитесь ловить удовольствие от схватки, реально ловить, то есть все, поборолся, все классно, типа мне понравилось, со всеми увиделся, обнялся, тогда вы будете, во-первых, на соревнованиях ходить чаще, а чем чаще вы ходите, тем лучше вы выступаете. Не надо ни в коем случае настраиваться на убийство вашего соперника, там вот это вот затоптать его, это ложно, это только, во-первых, будет увеличивать крепатуру, то есть вы будете сильнее держать захват там, где это не нужно, делать движения какие-то резкие, которые вам тоже не нужны. А во-вторых, вы потом будете очень сильно расстраиваться, потому что вы себя уже завели на то, чтобы человека растоптать, его в ковер вдолбить, а вы вот у вас не получилось, и все, вы расстроились. То есть не делайте такого агрессивного настроя, это не нужно. Что еще хочется сказать, да? Ну, очевидная вещь, чтобы был человек, который снимает ваши схватки, желательно, чтобы был товарищ, который вам дает воду, который вам дает, разминает руки, который там вам вещи носит, когда вы от ковра выходите, да? Желательно, чтобы вы понимали, что у вас весь день ушел на турнир. Тоже, кстати, важный момент. Многие люди такие, блин, я вот на турнир приехал, у меня там еще вот на вечер типа планы. Турнир никогда не идет в вовремя, но не бывает турнира вовремя. Вот они все немножко сдвигаются. И я вам скажу, что иногда, как бы, сдвиг позже, это хорошо. Потому что несколько раз в своей жизни я был участником и свидетелем турниров, которые начались, ну, категория началась раньше запланированного. И это была такая агония, такая спешка, которая вот очень сильно угнетала, очень сильно мешала хорошо выступать. Вот, поэтому день турнира, все, ничего у вас больше нет. Вы вот сколько надо, столько надо на турнире отсидели, сели, приехали домой потом, все, со всеми обнялись, покушали и легли спать. И уже после этого у вас начинается обычная нормальная неделя. Я что-нибудь забыл? Или что-нибудь хочешь добавить? Ну, в принципе, это все словесное вступление. Давайте тогда уже перейдем к практической части. Итак, первое, с чего мы начнем, это выход на схватку и это гардпу, потому что с гардпула или его отсутствия ваш шок начинается. Итак, выход на схватку. Ребят, но вы вышли не к друзьям, да? Иногда на ковре встречаются непорядочные люди, поэтому не надо делать вот так. Потому что иногда после этого вас могут схватить за ноги и уронить на 2 балла. Был лично свидетелем таких ситуаций, как минимум 2 же, да? Поэтому на профарене люди выходят так. Они выбегают, протягивают легкую ручку, хлопают, ручку к себе убирают. Не надо здесь вот так вот стоять с рукой, чего-то ждать. То есть вы хлопнулись, сделали шаг назад. После этого судья обычно дает команду старт, и вы еще раз хлопаетесь. Вот здесь отойдите назад. От того, что вы стоите далеко, вам спокойнее. Вы нейтрализуете своего соперника расстоянием, но он не телепортируется прямо под вас. Ему до вас нужно добежать, да? Дальше. Вы должны для себя сразу определиться, кто вы. Вы на ногах стоите или вы на жопу падаете, да? Почему? Потому что от этого очень сильно зависит ваша игра. Сейчас мы поговорим о людях, которые остаются стоять сверху, да? Которые либо не успели сделать гарт-пул, либо они не хотят его делать, да? Окей, то есть мы сейчас стоим. Я понимаю, что я гарт-пулить не хочу. Гарт будет пулить артем. Что важно? Частая ошибка, пуль-гарт, что когда вам пулит гарт, вы подседаете. То есть вы напрягаете свои ноги. Еще разочек. Прям медленно. То есть человек начинает пулить гарт, и вы в этот момент подсаживаетесь, вас затаскивают, и вы вообще падаете. Вот что-нибудь такое происходит. То есть пусть он тянет ваше тело, но он может утянуть только вот по пояс. Все, что вот здесь, оно легкое, оно подвижное, оно может скакать. Для чего это нужно? Для того, чтобы не попадать в тот гарт, который он хочет. Как это может выглядеть? Он пулит гарт. Просто легкие ножки, отскок назад, и у человека не получился гарт-пул. Я сейчас не говорю про контр-атаки, когда я перепрыгнул его гарт. Для этого тоже нужны легкие ноги на вот таких вот. Вы ничего не сделаете, да? Ножки должны быть мобильные. Но если вы хотите сверху стоять, хотите проходить гарт, никаких вот этих вот стойка с ума. Вы должны быть легкие, вы должны быть как футболист, как танцор. Вы должны постоянно двигаться на ногах и готовы в любой момент прыгнуть. То есть еще раз, обратите внимание именно на мои ноги. Артем пулит. Видите, я просто отскочил на ножках. У меня уже наполовину готов проход. Да, если я прыгну в движении, то есть, допустим, Артем пулит гарт, у меня еще не очень получилось. Как бы он вас не тянул, прям возьми захват и прям тяни меня на себя. Вот, у меня ножки легкие. Он не получает контроль над моими ногами. Я могу здесь проходить. Я могу, да, здесь начать отходить назад, развивать дистанцию, проходить отсюда. Для того, чтобы работать сверху, вы должны расслабиться на своих ногах. Если вы собираетесь ими врасти в землю, как это будет выглядеть? Вот вы. Вы залезли в газ человека просто потому, что вы напрягли ваши ноги. Вы создали себе кучу проблем просто потому, что ваша голова напрягла ваши ноги. Понимаете? Ножки должны быть расслаблены. И это позволит вам просто гораздо легче этот момент переносить. Понятно? Едем дальше. Другая сторона легких расслабленных ног – это гардпул. Для новичков я вообще предлагаю немножко настройку понятийного аппарата. Давайте вот сразу придем к тому, что гардпул – это когда я сажусь на жопу. Вот это гардпул. Вот только вот это. А потом идет затягивание человека в гард. Когда мы эти два понятия немножко разделяем, становится гораздо проще понимать и гораздо проще объяснять. То есть, если вы хотите сесть на жопу, что вы ждете? То есть, если это не соревнование по грэппингу, где нужно сколько там, 3 секунды отбегать, чтобы не упасть на 4 балла, а только на 2, то ну что вы ждете? То есть, вот, вы пожали руки. Ваш соперник идет на вас, потому что он в любом случае пойдет на вас, а не пойдет от вас. Да, то есть, его эго соревновательное давление побуждает его идти на вас. Новое правило. Гардпул. Для гардпула нам по правилам нужен захват. Нам нужен захват любой, кроме как за пояс. То есть, мы можем брать здесь, 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 здесь. Здесь не можно. Могу взять здесь. Да, то есть, прихватите любое место. И все, что вам нужно сделать, вот мы же стоим на расстоянии, да, мы же не вот в упор стоим вот так вот, чтобы я здесь приседал. Вот мы стоим, он идет на меня. Все. Я оказался на жопе. Что я сейчас сделал? Я не отдал 2 балла, я нейтрализовал возможность прохода в ноги. Когда вы начинаете вот эти вот пляски, когда вы взяли захват, вы не умеете бороться в стойке, но вы в них ходите, в какой-то момент он делает движение, просто вас толкает. Вы делаете гардпул, который вы запланировали, но вы попадаете на 2 балла. Не надо. Пульки сразу. То есть, вот, мы пожали ручки, он идет на меня, я здесь. И вот здесь наступает затягивание в гард. Давайте сразу поймите, что такое гард. Гард – это любая вариация контроля моими ногами. Поэтому, что я должен сделать? Я должен взять свои 2 копыта и своими двумя копытами схватить его туловище. Здесь сразу упомяну такой новичковский момент, что в ситуации, когда у вас одна нога упирается в тело человека, вторая в руку, или там находится между ног. Вот это оставьте для старших поясов, которые бороться умеют. Если вы начинаете, или у вас небольшой соревновательный опыт, сделайте одну простую вещь. Чтобы человек оказался между вашими ногами. Неважно, в каком виде это будет. Это может быть вот так. Это может быть вот так. Это может оказаться закрытый гард. Но все тело человека между вашими ногами. Что это даст, но вас не пройдут за 2 секунды. Это достаточно вязкая позиция, в которой вы сможете выдохнуть, взять свои захваты и начать работать. Еще раз. То есть мы пожали, он идет на меня, бум, и вот здесь, смотрите, я падаю на спину, поднимая свои ноги и широко их разводя. Руками я его тяну на себя. У него же инерция, его же несет на меня. Поэтому новички часто попадают в класс гард, потому что один бежит, другой от страха садится на жопу, и тот ему залетает. Все. Это моя позиция, это очень хороший контроль. Вот это позиция, в которую старшие пояса борются попадать, потому что такой геморрой отсюда выходить. Так оно вот не надо. Давайте сделаем чуть быстрее. Вот мы с Артемом здесь, мы двигаемся. Все, гардпул случился. Не было времени для прохода в ноги. Не было угрозы прохода в ноги. Ничего страшного, да? Теперь в тему же гардпула поговорим о стойке, да, которая наиболее удобна для любого развития событий. Будь вы то сверху, будь вы то снизу. Мой товарищ дал ей определение, ублюдская стойка. Она достаточно странно выглядит. Но она очень хороша. Как она выглядит? Я беру, одну ногу ставлю вперед, другую ногу сзади. Мои ноги достаточно широко. При этом мои ноги достаточно подвижны. То есть я на ногах могу двигаться, да? Я не каменный. Мое тело, в буквальном смысле, сгибается по линии пояса. То есть что я делаю? Смотрите внимательно. Я не нагибаюсь головой. У меня спина прямая просто вот. И дальше я делаю буфер. Я делаю буфер из своих рук и головы. Если мой соперник полезет к моим ногам, я опускаю этот буфер, чтобы его встречать. То есть я не стою вот так вот высоко. Ребят, вы не дзюдо. Вот, низкая стойка, он лезет туда. Вот. И вы должны в ней приучиться ходить. При этом у нее есть тоже изменение высоты, да? То есть легковесы могут вообще с чем-то таком бороться. Стяжи чуть повыше, да? Ну, то есть вот она. Вот вы можете менять ноги. Вы отсюда спролить можете, да? Это абсолютно нормальная рабочая позиция. Не вот это вот. И что мы здесь имеем? Мы здесь имеем две очень хороших возможности. Во-первых, быстрый пул. То есть как мне, допустим, нравится пулить? Я просто убираю эту ножку назад, и я провалился. Частая ошибка, когда люди делают гаспул, они берут захват, и они не падают. Они совершают контролируемый присед. Да, ну то есть вы упираетесь двумя ногами в пол, хотя ваши ноги должны максимально быстро освободиться, чтобы держать человека, да? То есть мы либо на ногах ходим, либо мы ими держим человека. Мы ими не упираемся в землю. Мы не сваи. То есть здесь я взял захват, я убираю ножку, бум. Дальше ножки развожу, бум. Все просто. То же самое в работе против гаспула. Почему? Потому что я как бы отдаю человеку свой корпус. Еще раз, слушайте меня. Гард – это контроль по факту ног соперника. Это может быть прямой контроль, когда вы ногами держите ноги. Это может быть непрямой контроль, когда вы берете руки соперника, да? Типа спайдер-глас, но на самом деле вам нужны его ноги, вам нужен его центр тяжести, да? Вы его вывешиваете, чтобы он куда-то шагнул, да? Поэтому я свои ноги максимально прячу от человека, отдаю ему свой корпус. Ну пусть он с ним что хочет, делает. Если у него нет моих ног, он их не контролирует, особо он мне не опасен. То есть я стою здесь. Вот, обратите внимание, осуществляю меня. Секунду. Вот сейчас очень медленно делаю, вы видите, не мои руки. У меня здесь захват. Он пулит. Я отпускаю, мои руки уже идут на ноги. Это первое. То есть часто ошибка, вы взяли захват, а он пулит. Игорь Чаг говорит, вам еще здесь вот накидываю, да. Как только он пулит, я захват отпускаю. Зачем мне его от ворота? То есть вот, он пулит, бум. Я переключился на его ноги. Я могу забегать сюда. Я могу забегать сюда. При этом, ему тяжело дотянуться до моего таза. То есть, что он хочет в карпуле в идеале? Он хочет вот это. Для чего он хочет вот это? Сейчас будет немножко неприятно. Стой. Потому что он хочет согнуть мое тело, убить мою осанку. Хочет сделать вот это. Вот это нормальное вставляем ноги. Чтобы я вот так вот согнулся. И вот с этим уже запулить гард. Видите, как он низко стоит? Он не может из этого легко выйти. Он не может подняться. Потому что я получил контроль над его тазом. Сломал ему осанку. Где здесь мой таз? Мой таз скрыт. Поэтому ему здесь приходится пулить непонятно куда. Все. Я взял его штаны. У кого из нас контроль? У меня. Да здесь он пытается подъехать. Вот. Я контролирую. Да, он может срывать захват. Но я тоже могу срывать захват. В итоге сейчас у него нет контроля. А я дикомобилен. Это его проблема, не моя. В принципе, это основные вещи, да? С гардом. С гардпулом, да? Которые вы должны для себя усвоить. Должны надрилить. И после этого дальше поеду уже чуть-чуть лучше. Итак, сейчас мы поговорим про вторую часть. Наверное, самую сложную часть джурджитства. Это гардпас. То есть вообще все говорят, да? Вот умные люди успешные. Большие чемпионы говорят, что играть гард всегда легче, чем его проходить. Но иногда мы не хотим пулить гард, да? Возможно, мы старые, не гнемся, но не можем мы в гард, да? Или наш соперник оказался быстрее, мы окажемся сверху, и нам нужно проходить гард. Я не рассматриваю сценарий, когда мы оказались сверху, падаем вниз, да, там, берем свой гард и свипуем. Мы следуем логике не проигрывать ни балла, чтобы выиграть хоть как-то, да? Поэтому вот у нас Артем оказался внизу. Я как хочешь пуль? Если вы все сделали правильно, одна или две ваши руки оказались на его ногах. То есть у вас уже есть контроль, это ваша позиция. Ему сейчас нужно минуту на шаг назад сорвать ваши захваты с ног, и после этого затянуть ваш гард. Вот здесь, подлежи, начинается вот история полная нюансов, да? Частая ошибка людей, они взяли захват за штаны, я возьму прям отсюда, и они стали здесь стоять. То есть они вот хотят стоять, взять руками человека, повернуть его и подойти по прямой. Это абсолютно неправильная логика, которая убивает ваши проходы, вместо прохода вы подаете в гард. Что вы должны для себя понять? Вот смотрите, вот у него сильная зона, в зависимости от, да, гибкости, она либо вот так вот спереди, либо чаще всего еще немножечко сбоку. Вот здесь еще уже ослабленная зона, но все еще сильная. Вот здесь сильная зона у единиц, поэтому первое, что вы должны сделать, это вы взяли захват за штаны, потому что если вы не взяли захват за штаны, да, там вы залетели в гард. Я взял, пока он собирается сорвать, я бегу в сторону его головы. То есть сейчас, смотри, сейчас я беру, ты хочешь сорвать, я бегу до твоей головы. Сейчас ту ошибку, которую вы все совершаете. Вот представьте, что Артем это центр окружности, я бегу по окружности. Что люди делают? Они делают вот так и вот так вот двигают человека, он вставляет ноги и он восстанавливается. Это не круто. Сюда ножки повернись. То есть, окей, у меня один захват, он хочет его сорвать. Окей, у меня все еще один захват, сорвай. Вот. Вот когда он начнет делать это, проходить гард будет гораздо легче, потому что вы застанете врасплох многих ваших соперников, да? Опять же, не у всех на соревнованиях хороший гард. Очень большая чувствительность к ошибкам. Ну, то есть, взяли, он сорвал захваты. Да вы сейчас можете бежать куда хотите. Вы попали в гард, вам теперь нужно сначала из гарда выйти, а потом куда-то бежать, да? А в чем преимущество наборств? Если вы ошиблись, вам дают пизды. Ну, вам не дают поблажку, вам не дают там второй шанс. То есть, вы ошиблись, вас пиздят. Это прекрасно в современном мире инклюзивности, по-моему. Поэтому, если вы не совершаете ошибки, вы классный, вы чемпион. Вы совершаете ошибки, вы не чемпион. Все честно, ребят, только от вас зависит, кем вы будете. Дальше. Смотрите. Иногда, иногда я понимаю, что мой захват не очень хорош, а вот он берет прям за рукава классно. И часто вы просто жадничаете, вы жадничаете просто сделать шаг назад и начать все заново. Вы хотите пойти с плохим захватом, он срывает захваты, да? Там вставляет вам куда-то руки, ноги, и вы завязаны. Я понимаю, что я взял плохо, он тянет руки к моим рукам. Все, я не жадный. Я просто отойду. Но, супермобильность на ножках, низкая мобильность на спине. Что я буду делать? Я побегу сюда. Да, он может меня преследовать. То есть, преследуй меня, ты хочешь взять гарт? Преследуй. Я беру за штаны, пока он занят поиском моего тела, и бегу за голову. Добежав за голову, частую ошибку, которую люди совершают, закинь ножки сюда, это, ну, да, вот здесь ты закидываешь ноги, люди хотят сделать сразу вот это. Они хотят лечь на человека. Они жадничают, они его хотят схватить. Обычно они вляпываются в хавгард или около того. Не жадничать. Я вот здесь побежал. Он защищается ногами. Я на него колено ставлю. Я ставлю на него колено, чтобы у меня освободились руки, которые у меня будут убирать его ноги. И после того, как я уберу его ноги, я на него абсолютно осознанно лягу. И заберу свои баллы. Но он же не будет просто лежать. Я баллы получил, и я все классно делаю. Держу ногу, чтобы он меня не схватил. Но он восстанавливается. Он восстанавливает гард. Я не жадный. Я веду 3 балла. Ну, нафиг мне в гард полезать. Ну, то есть, какая логика? Вот вы прошли в сайт. Он восстанавливает гард. Вы никуда не ушли, вы попали в гард. Ну, то есть, вы из классной позиции попали в геморрой. Зачем? Окей, возможно, я даже проходил, ставлю колено, а он очень хорошо закидывает ноги. Просто все заново. И ничего страшного. Я не обязан выиграть в первую минуту схватки. Я не обязан выиграть в вторую. Все, что я обязан, в конце схватки для судьи каким-то образом выглядеть лучше, чем он. Я могу активнее двигаться, атаковать, да, то есть преследовать. Я могу там забрать один балл вместо трех, это там преимущество. Но я для судьи оказался лучше. Нет цели его затоптать. Есть цель чуть-чуть лучше, сделать минимум необходимого. Не надо выкладывать, не надо набирать 100 баллов, да, ну, если вы там не сильно выше уровня человека, да. То есть, еще раз. Можно встать. Итак, вот, мы низкой стоечки. У меня есть захват. Я не жадный, я всегда готов отпустить захват, только что-то пойдет не так. Он пулит гахт. Ножки легкие, ручки здесь. Мне не нужно его здесь хватать. Еще раз, я хватаю, не хватаю отворот, я хватаю только ноги. Гахт это ноги, я хочу пройти ноги. Что я делаю? Я бегу в сторону его головы, что бы ни происходило, не приближаясь к нему, я бегу в сторону его головы. В какой-то момент я добегу. Если я чувствую, что я теряю контроль, да, я стою и ухожу. И начинаю все заново. Возможно, возможно, я там, да, отошел, он вскакивает, злобный, на меня бежит. Окей. Я забираю его в свой, да? Я все еще веду ситуацию так, как я хочу. Для первого турнира вам реально гораздо важнее не делать много техник, а вот здесь вот поработать. Если вот здесь вот порядок наведете, джилджист становится очень простым. Потому что ваши соперники еще не могут дать сложную, многоуровневую реакцию, да? А вы просто будучи чуть умнее, чуть хитрее, их простые реакции способны преодолевать с минимальным набором навыков. Да, там у меня вот есть люди, которые там ходили на соревнования, через две недели после начала занятий, это вот недавно парень медаль взял. Да, там, я его не тренировал, его тренировал Илья Павков, но суммарно. Человек буквально вот так вот забежал, как бы обходя гард, забежал за спину, оторвал голову, да? Через шесть месяцев есть люди. Наведенный порядок в голове у начинающего спортсмена это половина успеха. Если там беспорядок, сколько бы техник он не знал, он просто, скажем так, у тебя может быть как у Дауна четыре пазла, и ты их можешь классно складывать, делать это быстро и добиваться результата, да, ты собрал картинку. У тебя может быть куча деталей пазла, но ты просто не способен их собрать. Ну, как бы, по-моему, чувак, который может собрать четыре детали, он немножко лучше того, кто не может собрать как бы сто деталей, потому что важный результат, а не то, сколько у тебя деталей было в начале. Сейчас мы немножко по... Сейчас мы немножко поговорим про гарды и его разновидности, да? Артём, ложись. Я поговорил про проход гарда, но мне хочется дать небольшой бэкграунд по разным видам гарда, с которыми вы столкнетесь. Начнём с конца. С конца, в смысле, вам... Вы вляпались, вот по самое не хочу, вот вам жопа. Клоссгард. Если вы сюда вляпались, вот вы попали очень сильно. Почему? Потому что вы не можете отсюда выйти, а когда вы выходите, соперник легко менять его на опенгард. Это мега сильная позиция, в которой вы зависаете, в которой вы страдаете, и любая ошибка может вам стоить сабмишина или срип, особенно, если человек любит с нём работать. Да? Это прямо вот самый ужас. Дальше. Из ужасных позиций. Это когда вам контролируют два рукава. То есть, здесь достаточно тяжело, просто потому, что вам не потянуться до ног, вам не разорвать дистанцию. Вы отплёте назад, вы потащите человека за собой. Да? То есть, здесь надо каким-то способом доходить, вырывать руки. Да, он же будет снова хватать, вырывать вторую. То есть, это достаточно геморная позиция. Дальше. Дальше я бы взял Долариву и около того. Почему Долариву? Потому что в Долариву позиции вас очень удобно пинать в ножку. То есть, вас пинают в ножку, вы отшагиваете, теряете баланс. И когда вы потеряли баланс, вы работаете над его восстановлением, а не над проходом. Понимаете? Вот это плохо. Дальше. Это гарды на руках, когда человек забирает ваши руки, чтобы вас контролировать. Это ласса, это спайдер, спайдер ласса, их вариации. Да? То есть, вот это вот всё. На самом деле, вот здесь, для новичков, это не сильно большая проблема. Почему? Потому что часто у людей нет плотности, они не умеют хорошо забирать позицию. Иногда вы здесь можете сделать просто вот такую штуку. То есть, вы здесь, вы берёте, просто резко выдёргиваете руки. Иногда это срабатывает просто вот так вот, потому что люди, ну, не привыкли. Они не контролируют ваши ноги, они не так хорошо работают с вашим равновесием, вашим балансом, как могли бы. Это не так страшно. То есть, вы сюда попали, если по новичкам, ну, периодически, вот, у вас есть нога, вы можете там скидывать ногу, вы можете человек закатывать куда-то, да? Вы можете воспользоваться там силовым выдёргиванием. То есть, вот эти позиции, они на самом деле не так страшны. То же самое с Пайдер. Пайдер, он почти не встречается сейчас, его почти никто не играет. Но здесь вы держите две ноги соперника, всё, что вам нужно сделать, свести локти, это ваша позиция. Вы пойдёте проходить гафт. Да, то есть, позиции по типу 50-50, да, там, вот мы сюда, Артём накидывает. По новичкам 50-50 я не встречал. Да, то есть, такая позиция, она просто у вас редко встречается. Если встречается, и человек её хорошо играет, вы попали сильно, но поскольку её мало, мы её даже не берём особо статистическую такую нагрузку. Single X вот здесь, чуть развернёмся, вот здесь поинтереснее. Сильная позиция, человек может держать вас, может играть с вашим балансом, держать ваши ноги, но мы говорим про не очень опытных людей. Часто люди на эмоциях делают, мы просто ждём, когда рефери покажут вот так, потому что это не риппинг, да. Иногда, иногда, когда мы боремся, и поскольку рефери тоже люди, рефери устают, мы можем просто неожиданно начать делать вот так. да, ему могут убрать ногу, но всё равно это уже влияет на соперника, это мешает ему работать, да. То есть, позиция сильная, но, когда я её играю, у меня на одном из последних турниров, ученик боролся, и два раза он боролся с разными ребятами, они брали Single X, и их дисквалили, потому что они брали его вот так, ну, то есть, поэтому по новичкам Single X часто больше опасен для того, кто его берёт, чем для того, на ком его берут, да. С X-гардом встречается дико редко, с одной стороны сильный гард, с другой стороны люди очень часто ошибаются, когда держат ноги, просто теряют ноги, и здесь уже позиция не такая сильная. Поэтому я в самом начале сказал, в самой опасной позиции для вас тогда, когда ваш корпус обхватывают ногами здесь, здесь, неважно где, когда вас вас всего обхватили ногами, вы не можете резко уйти в сторону. Вам нужно сначала убрать ноги, и только после этого вы сможете уйти в сторону. Вот это, да, до лариева даже, не сильно мешает уходить в сторону. Да, то есть, вот. Поэтому вот это вот мой топ плохих, как бы, гардов, да, и хороших для вас. Итак, сейчас я хочу поговорить о хороших позициях и как я к ним отношусь. Сайт-контроль любимая позиция. Я считаю, что лучшая позиция, да, в принципе, вообще лучшая. Почему сайт-контроль хорош? В сайт-контроле очень удобно атаковать. Из него прям делаются удушки, делаются болевые, из него переходятся очень классно другие позиции. и в нем вы способны создать очень много давления на человека. То есть, чем хороший сайт-контроль, это тем, что в этот момент, если вы все делаете правильно, вы забираете человека дыхание. Да, то есть, вот, а в сайт-контроле что я здесь хочу? Примерно то же самое, что и в прохвате гарда. Я хочу ползти своей жопой до его головы. Для чего? Да, чтобы он ногами дотянулся. То есть, я хочу вот держать его ногу, чтобы он не мог дотянуться ко мне и быть около его головы. Дальше. Вот здесь его руки способны вас выталкивать к ногам. Они сильные и достаточно удобный угол. Вот здесь вот сделать жим человека лежа могут люди, есть очень сильные люди, но они не все. Да, то есть, и здесь вы начинаете уже создавать свое давление. Я не буду сейчас рассказывать, как создавать давление. У меня там есть курс по следконтролю. Я просто говорю, что вот мне он нравится, да? Я смещаюсь сюда и небольшой соревновательный чит. Мы сейчас говорим не о просто спортсменах, не о людях с большим опытом. Мы говорим о простых людях. У простых людей есть свои баги и надо им пользоваться. Это я называю приступ к аустрофобии. Мы здесь. У человека нервы, у человека борьба, у человека запыхавшийся в дыхании, на нем лежит ваша потная туша, которая под капает, тоже безрожгарб на соревнованиях. И вы ему кидаете на лицо кимоно. Что он хочет сделать? Газ восстановить? Да он кимоно хочет с лица снять в первую очередь. И его руки будут заняты тем, чтобы освободить кимоно. А, точнее, лицо кимоно. схватка не безлимитная. То есть уже какое-то время человек тряпит, чтобы просто снять кимоно. Выберете, он снимает, выберете ему так. Еще на. Оно еще толстое, потное, если еще схватка не первая. Вообще хорошо. То есть вы понимаете, чем он занимается? Он не борется. Он борется, как бы, со своими страхами, а не с вами. Он не схватку выигрывает. То есть вот этим вы должны пользоваться. Что у нас после сайта контроля? После сайта контроля идет колено на животе. К нему у меня двойное отношение в зависимости от того, как вы его ставите. Как мне не нравится. Классическое колено на животе, даже если вы ставите очень хорошо, если вы не супер подвижны на ногах, да, вашу ногу достаточно легко засунуть в халгар. Я так делаю сейчас с людьми, вот на кем я ставлю колено, а я ногу как бы вот сюда засовываю. Все, вы вляпались. Есть гибкие люди, могут закинуть в вас ногу, то есть вы здесь давите, вы здесь шатки, он закидывает в вас ногу, да, то есть вот эта вариация мне не нравится вообще, но мне очень нравится варианция Джордж Флойд. Вот такая. Почему? Ну, во-первых, я давлю ему на горло, там чувака задушили. Вот, я, может быть, больная к лохтему. Во-вторых, главное преимущество. Восстановить гард. Я очень люблю это комбинировать с проходом гарда. То есть мы забегали, забегали, вот она нога здесь, нафига мне вот эту ногу ставить? Да, то есть классическая колена на животе мне не нравится вообще. Ну, когда вы умеете им пользоваться, это классная позиция, но для новичков не рекомендую, они в ней падают, как бы, да. Колено Джордж Флойд Вариэйшн очень нравится, люди в шоке, то есть часто люди, как мне можно на лицо было колено поставить? Как, какой ужас! То есть это ментально угнетает, вот их там реально можно придушить. А, ну у меня, собственно, ученик так человек на соревнованиях задушил, человек этого постучал, причем там, да, там в середине складки где-то. И позиция дает он дикую мобильность и возможность контролировать ноги соперника. Вот, эту вариацию очень люблю. Дальше, маунт. Маунт и бэкмаунт те позиции, которые я бы не рекомендовал занимать новичкам. Почему? Потому что сама позиция в вакууме, она классная. Вот, маунт классная позиция, в нем куча плюсов. Но, вы в позицию не телепортируетесь. Как обычно происходит. Он лежит, ну да, хорошо, если вы там, хорошо, если в хавгард взяли, можете вот так вот, дальше он выталкивает вас, куда-то восстанавливает гахт. То есть, если у вас получилось сесть в маунт в духе, оно само, то есть вы крутились, 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 и поплюхнулись на человека в маунт, классно, занимайте маунт. Опять же, я не буду сказать, как его держать, это не об этом речь. Если вы сидите в сайте, лучше поставьте колено на лицо, это, кстати, будет считаться атакующей позицией, если это не будет давать пассив, потому что судье еще непонятно, что вы делаете, он смотрит на вас с интересом. Время схватки идет, схватка некая бесконечная. Ну, соперник выматривается, на коньяк можно будет гард снова пройти. Да, и в принципе, вот, в маунт я не лезу. С бэкмаунтом, с бэкмаунтом история еще хуже, потому что в бэкмаунт сесть гораздо тяжелее. То есть, когда вы садитесь на человека в маунт, вы садитесь на него, условно, лицом, вы больше контролируете, чем в бэкмаунт. Как обычно происходит, в черепах вставай, как обычно происходит запрыгивание в бэкмаунт на соревнованиях. Можно даже чуть-чуть говорить, на бачок в сад, на бачок в сад. Он лежит на бачок в сад, он начинает уходить, человек на него прыгает, пытается засунуть ногу, обычно этот, не, он просто, обычно один начинает вставать, просто вставать, не, 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 не выкручь, не, не, непрятно. Просто, просто начинает вставать. Да, будет тяжело. Да, не, не бойся. он начал уходить в черепаху, человек на него закидывает ногу и начинает вставать человек на нём виснет и падает вниз и просто из позиции очень хорошая попадает в позицию хзкк то есть да, вы можете взять гард, это не будет отдача баллов а можете потом проиграть сайты, можете плохо упасть, он баллов наберёт можете потеряться, поэтому бэклоунт я не рекомендую что делать, если он уйдёт в черепаху, ну типа, что же делать-то? вот мы здесь он как-то у меня пошёл иди ну я встану, на него посмотрю и пойду проходить гард я уже озвучивал мысль, ребята, не жадничайте жадность фраера сгубила и ни одного от того, что вы, человека, плотно схватите, прижмёте к себе ну, возможно, вы где-то успокоитесь в этот игр но вы не выиграете схватку ну уходите, ну отпустите, ну всё, ну не судьба и пройдите заново потому что если человек от вас уходит в черепаху минимум это адвентиш может быть у вас уже есть баллы, вы уже ведёте ну куда вы ещё, куда вам ещё не надо, вам оно не надо, остановитесь всё вот такой вот небольшой обзор по позициям сейчас мы поговорим об плохих позициях, да? как выходить из плохих позиций? никак не выходить вот это очень большая ошибка, которую учат, которую учат людей, прям сознательно учат, да? что вот, вам прошли гард и вы отсюда выбираетесь и восстанавливаете гард да, да делай это всё классно техника бомба ты три балла летишь вот человек вот снизу летит три балла то есть его нужно учить не как гард восстановить понимаете? ну классно, он восстановил гард если вы сейчас взяли по тактике, вы вышли назад но он уже летит поэтому выход из плохих позиций не существует в начале вашей соревновательной карьеры выход из бэкмаунта, ребят, если вам взяли бэкмаунт скорее всего вам гард прошли вы летите на 7 баллов вам вряд ли сделали это в первые 30 секунд схватки и у вас там уже ещё минимум 4 минуты, чтобы выйти вы в середине схватки, у вас 2 минуты вам нужно отыграть 7 баллов как это сделать, когда вам ещё нужно выйти да, потратить время а человек же в хорошей позиции если он ещё делается правильно возможно вы не выйдете то есть вы должны для себя усвоить что балл проигрывать нельзя нельзя отдавать позицию что из этого следует? мы сейчас с Артёмом покажем не, 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 лежи, лежи, хорошо лежал вот сейчас я буду проходить Артёму гард а тебе нужно, хоть мне ногами в лицо пинай вот ты должен вот судорожно сопротивляться не дать мне себя пройти то есть вот я хочу пройти гард всё что угодно вставать, бегать по ковру всё что угодно, убегать но не дать пройти гард вот на соревнованиях вы должны вот здесь проделать всю массу работы вы должны умереть убежать от человека сделать всё что угодно чтобы ваш гард не был пройден да, я повыожу на примере гарда потому что когда мы говорим про другие позиции ну вы там уже много проиграли ребят, ну вы правда много проиграли допустим я часто вижу типа вот человеку прошли гард и сели в маунт я понимаю, что его соперник вряд ли выиграет вот эти вот там сабмиши на последних секундах это всё бывает но этого мало большинство людей после того, когда дают какое-то количество баллов они проигрывают у меня есть пример у моего ученика он выиграл 8 баллов на последней минуте устал соперник отыграл 7 но он просто не успел отыграть 8 да, то есть поэтому не должны вы проиграть баллы если мы говорим о том, когда вы должны включиться максимально да вот вообще это вот в тот момент, когда вы близки, когда дача баллов можно ещё тебе то есть ещё раз вот Артём сделал всё правильно когда показывал он взял и убежал но вы не обязаны играть со мной в восстановление гард из-за правления ног то есть вот я здесь прохожу, я сильнее убегайте, вставайте вот то есть вот мы здесь будем бороться даже если он здесь упадет он отдаст сколько? два балла, уже не три а два балла вы можете отыграть просто с випом понимаете, в чём опасность прохода до города? например, по правилам и GP по которым сейчас борются всё вам прошли гард три балла возможно там ещё хавгард был там ещё в адвенте что-нибудь накинуть да? вы потом сфипуете человека ну окей, два балла у вас есть как вы будете вот это один или два отыгрывать да никак, это очень тяжело поэтому приучите себя к тому что за свой гард вы должны умереть вы должны пинаться, легаться, вставать разрывать дистанцию что угодно делать но вы не должны отдать эти баллы вот если вы это сделаете часто часто что произойдёт? ляг, пожалуйста сейчас сильно делать не надо то есть я прохожу тебя как просто меня пни в лицо нежно, аккуратно мы проходим я что-то хочу сделать мне прилетает нога в лицо да многие просто отойдут часто человек психологический даже с нами получил в лицо он просто отойдёт поддерживается на тренера посмотрит типа какой ужас то есть люди не все люди берсерки на ковре да? кому-то просто твоё жёсткое попадание ногой уже немножко деморализует типа ну его нафиг типа чё я здесь делаю поэтому сражайтесь за свой гард я ещё раз говорю только говорю про гард потому что всё остальное но вы уже своё главное сражение проиграли да это может быть там ну окей там вам забежали за спину хотят забрать спину ну там вот сражайтесь но главное что вы основную мысль поняли едем дальше итак сейчас мы поговорим про сабмишины да? вот что хочу сказать сразу сабмишины снизу вы можете делать тогда когда вы летите по баллам и делать вам больше нечего я видел очень много схваток белых синих поясов я видел схватки пурпурных поясов когда ты идёшь мне на рычаг заходит вам на рычаг я большой и сильный я его просто подгрузил вытащил руку раскатал и так далее та же самая история с треугольником начать накиды треугольник но я просто больше я там шею подгрузил прошёл и всё в таком духе наверное может быть исключением может стать ахилл да? когда вы взяли там ножку снизу да? человека растянули хорошо посадили если не пойдёт ахилл он не может на вас резко встать ничего не может вы просто можете встать с его ногой забрать два балла да? то есть захилл наверное исключение то есть просто вставать на меня то есть вот всё два балла у Артёма но все остальные сабмишины ну серьёзно у вас скорее всего ещё не очень хороший гав у вас скорее всего проблемы с осанкой вы не идеально закрываете у вас нерв на соревнованиях то есть вот миллион причин не делать и выиграть сабмишином одна причина чтобы сделать да? не надо делать сабмишины снизу если вы ведёте если вы летите там 10 баллов и осталась минута но вам делать больше нечего да и ищите сабмишин но если вы ведёте по баллам вы снизу держите человека в гарде вяжите в гарде того что вы поторопитесь что-то накинуть да? если вы не делаете это стабильно если вы вот прям вот не делать это хорошо это не ваш приём не надо это делать каждый из вас знает в голове что ваш приём а что не ваш да? то есть я не буду проводить какие-то там сравнения каждый загляд на внутрь себя и сам себе ответит на этот вопрос да? то есть я могу накидывать треугольники но знаешь что не мой приём вот внутри себя я чётко это знаю я не буду этого делать если я смиряюсь со своим э 서로 out если вы не смиряетесь со своим эₓом вы скажете нет я классно я сделаю и какой-то момент вам это аукнется да? с болевыми сверху ситуация немножко иная все ложись есть болевые при которых вы никогда не теряете высоту например кимура я не буду делать кимура не суть то есть когда вы ее делаете вы высоту не теряете вы с кимурой но не падаете назад вот так вот так вот люди не делают да то есть вы кимуру делаете четко находясь сверху заламывать человеку ручку классный прием почему бы не делать до либо резко да когда мы здесь там все набрали захваты я не теряю высоту я могу оказывать давление я душу человека классный прием почему бы его не делать рычаг локтя сейчас дальше повернемся ногами да и вы пошли он резко на вас или куда-то делайте сверху те болевые при которых вы не оказываете снизу да не надо никуда прыгать не надо никуда переворачиваться надо затаскивать человека на себя вот вы сверху делаете болевый такой чтобы остаться сверху если вы хотите сделать болевой чтобы для завершения которое нужно оказаться снизу откажись от этого это плохой вариант скорее всего вы вляпаетесь в принципе на самом деле мне больше здесь нечего сказать а ну опять же если ахилл снизу это исключение такое ну хорошее да когда вот можете взять и через ахилл сделать слип то ахилл сверху в большинстве случаев это путь отдать два балла если не мало когда вот человек лежит вы рассмотревшись схваток начитавшись интернет так я не короче зачем по хейтгарт когда можно делать лэглок лэглок блять лэглок ну то есть вот это вот двойственная природа ахилла она такая в принципе на самом деле это вот вся информация которую мне хотелось бы донести людям которые пойдут на свои первые соревнования в любом поясе ну да ты в которых обычно начинают ходить на соревнования когда вы немножко настроите свою голову поменяете какие-то микро настройки поменяете восприятие ваши джиу-джи начнет работать она прям вот у вас полетит у вас свипы полетят то есть можно что-нибудь сюда я приведу на примере этого свипа да когда говорят вот мы там держим ручку человека толкаем в ножку тянем и он падает то есть я очень столкнул и тяну он не падает да я заряжаю техника заработала оказалось нужно было каждую ночь как вот в интернете эта реклама вылезает на сайты там старые бабкин рецепт там секретные советские методики вот тут тоже самое оказалось нужно было просто не толкнуть в ногу а пнуть в ногу вот поэтому занимайтесь джиу-джитсу выступайте на соревнованиях применяйте советы пишите отзывы в комментариях задавайте вопросы директы если они у вас будут ну и хотелось бы сказать большое спасибо магазину файтвир который мне помог с экипировкой в эту поездку я боролся в их шортах в рио да завоевал третье место разгар после не пропустили я регулярно тренируюсь в кимоно и в принципе ребята классное большое вам спасибо спасибо Продолжение следует...